В КД-6 серии Сёгуна вы знаете, что это значит. Да, наступает следующий день, и я обычно углубляюсь в историю персонажей и говорю о сходствах и различиях между реальностью и вымыслом. Я рассмотрел Джона Блэкторна, Тарунага, Марика, Ишида, и теперь пришло время заглянуть в душу кукловода, который стал главным персонажем в последних сериях, и главу Совета Регентов, госпожу Ачибу Наката. Итак, давайте перейдем к видео. Рассмотрим все об исторической фигуре, сравним ее со своим аналогом в сериале и поговорим о возможных сценариях для персонажа. Начнем с. Вот история госпожи Ачибу Наката. К слову, в этом видео будут спойлеры. Так госпожа Ачиба появляется в Сигуне ближе к концу пятой серии. В начале второго эпизода краткие моменты с ней. Когда Тайко умирал, она была подозрительна к Тарунаге. Она проявила себя в конце пятого и на протяжении шестого эпизода, где мы увидели, какой человек она и ее власть над Советом Регентов. Леди Ачиба Наката на самом деле представляет реальную историческую личность по имени Йододоно. Народ назвал ее Леди Чача. Как в шоу, она была наложницей правителя той эпохи и бывшего Тайко, получившего имя Тайко Тойотами Хиде Йоси. И она была единственной, кто мог дать Тайко сына, прежде всего наследника, что обозначало, что правление Японии будет изменено. Она родила Тайко двух сыновей, один из которых умер очень молодым. Однако, так как это было показано в шоу, смерть Тайко предоставила возможность Иеесу Токугава, на котором основан Йоси Тарунага, захватить власть, и он предал Совет Пяти Старейшин. В сериале отец Леди Атиба убит Марико, но настоящая история отличается. Ода Бунага, Даймио, убитый отцом Тамако, основа для Марико. Он на самом деле был дядей Йода Дона, а не ее отцом. Это одно из ключевых отличий истории в сериале от реальности. Тамако был убит, когда Исида Муцунари, основа для Исида, держал в заложниках владельцев регентов и семью генерала Васаки. Отношения Марико и Атибы, наверное, выдумка, а не правда. Что изменение отношений с дяди на отца, возможно, сделали для личной привязанности. Это может предвещать то, что будет в будущих эпизодах. При смерти Тайко клан Тойотами потерял многое. Ее поддержка исследования, что означало, что Йода Дона решила восстановить клан Тойотами Клан, когда-то правивший, в попытке удержать эту власть. Она, по сути, действовала как фактически глава замка Осака, когда переехала в замок Осака после смерти Хиде Йоси. Вот почему в сериале мы видим, как она командует советом регентов. Ее сын был наследником, но был слишком юн, чтобы править, поэтому после смерти Тайко был избран совет регентов. И это то же самое, что и в сериале, как и в реальности. Ненависть к Эйсу Токугаве присутствует на экране, когда мы видим, как госпожа Атиба говорит о Таранаге и пытается убедить Ишидо командовать армией Запада против него. Ненависть к нему была реальностью, но кажется, что это могло произойти позже, чем когда сериал говорит что-то из 1615 года. Но мы вернемся к этому. Осада Осаки называлась. У Ядодона были две сестры, абандонировались на сторону Токугава, заметными членами стали. Это было жизненно важно для дипломатических ощущений между двумя главными кланами. Хиде Йоси Тайко был жив, слухи, что Ядодона могла быть руководителем его кончины. Из-за постоянных похвал Таранаге и попыток продвижения по службе. Так что были догадки о ее характере, говорили о ней как о злой личности для внешних глаз. Мы ощущали такого от Леди Ачибы в шоу, несмотря на очевидное противодействие Таранаге. Но во втором эпизоде был момент, когда Тайко почти время, когда она могла закончить с Таранагой. Так что это показало, что возможно есть немного истории между персонажами в каком-то качестве. Больше, чем то, чем мы были до сих пор способен видеть. По-моему, так говорят, потому что после смерти Тайко вдова Тайко уговаривала Ачибу и Таранагу пожениться, чтобы между двумя кланами возникло чувство единства. Однако, очевидно, этого не произошло. Здесь я собираюсь дать спойлеры о реальной истории, на которой основан сериал. Когда дело дошло до печально известной битвы при Сакигахаре, это было очень важно для исхода о судьбе Японии в то время, и о битве, которую мы, по сути, наблюдаем в сериале с Западной армией во главе с Ишида и Восточной армией во главе с Торанагой Йододоно, не принимал в этом непосредственного участия. Тем не менее, следующее... Победа Таранаги и участие вассалов Тойотами в битве, означающее начало распада отношений Токугава и Тойотами. Пораженная Токугава начала раздел территории Тойотами в качестве награды, что ослабило контроль Йододоно. Заметно стал размах власти. Сын Йододоно и бывший Хидеори забрали замок Осаконо Токугава, и Хидеори конфликтовали. А сторонники Хидеори теперь поддерживали Токугава. Токугаву назвали Сюгуном, чему Йододоно была против. Ее сын был по праву наследником. По поводу осады Осаки, Иея Су Токугава увидел проблему в Хидеори, мешавшему его объединить Японию. Токугава осадил замок Осаки, намереваясь убить парня и его мать. При атаке на замок и потерях, Йододоно вышла и предложила мирный договор, чтобы сохранить жизни ей и сыну. Соглашение приняли и Токугава, и Йододоно. Ака через год Иея Су Токугава нарушил договор и атаковал Осаку снова. Теперь для Йододоно и ее сына не было выхода. Тогда замок Осаки охватило пламя. Йододоно и ее сын совершили сыпуку в огне, и это положило конец клану Тойотами, который когда-то правил, и в котором был и Ия Су Токугава. В истории часто ставится вопрос о том, действительно ли Йододоно и ее сын погибли в ночь, когда замок Осаки подвергся нападению во второй раз. Свидетелей не было, когда они оба тела Йододоно так и не было найдено. Поэтому часто высказывается предположение, что, возможно, она сама. А ее сыну удалось избежать нападения, а затем, сбежав, он смог выжить. Насколько после этого о ней не было никаких записей, и существует множество теорий о ее пути побега. Все, что кажется, это всего лишь предположение. Очень похоже на то, что у леди Ачибы много неприятностей, которые ждут ее на пути. Кажется, она уверена в себе отношения, которое, как говорили, было у Йодоно, преданность своему сыну в том, что она была готова сделать все, что угодно, чтобы поддержать его и убедиться, что он выполнил свое наследие, став тайко. Но, похоже, в истории с Марика есть дополнительные уровни глубины, в которые мы не углублялись, и то, как это повлияет на то, что произойдет. Отчим Марика убил отца Атибы. Марика готова защищать тех, кто угрожает сыну Атибы. Отношения между ними полны интереса и вражды. С нетерпением жду развития персонажа, она кажется лидером более, чем Ишидо, и она умеет играть с чеслами. Это ключевая роль для этого сериала и динамики, и будет интересно увидеть, покажут ли ее смерть на экране, как и Йододоно. Вот так происходят дела с барней-шагуном Атибы Нокатсу.